Петер Порошенко уже прибыл в Нью-Йорк. Американский президент пригласил сюда глав государств со всего мира. Какие планы у нашей делегации? Узнаем все. У Дмитрия Анопченко, он сейчас на связи из штаб-квартиры ООН. Дима, здравствуй, расскажи, чего Киеву ждать от встречи в Нью-Йорке? Катюш, ну в первую очередь хочу просто перечислить, сколько их будет, этих переговоров, потому что программа пребывания здесь президента, она впервые четыре дня, она очень насыщенная. Ну вот только завтра, посмотрите, будут и разговоры с президентами Австрии, с президентом Польши. Ждет Петра Порошенко, высокий представитель ЕС Федерико Магирини. Будет президент Европейского совета Дональд Туск только за один завтрашний день. Далее встречи с Макроном и встречи с Ардаганом. Ну и на утро четверга Белый дом уже подтвердил официальные переговоры с Дональдом Трампом. Еще одни переговоры тоже очень важны, ими завершится этот визит, эта встреча тет-а-тет с генеральным секретарем ООН. И все для того, чтобы обсудить самые важные вопросы, но среди них, разумеется, вот есть важнейший, который сейчас именно тот вопрос, который страна вот сейчас здесь в ООН в кулуарах, либо во время официальных встреч может решить. Это вопрос миротворческой миссии для Донбасса. ООН как раз и место, и время для того, чтобы с кем-то поговорить неофициально, с кем-то в ходе официальных переговоров. И вот как Ники Хейли пошутила по поводу Дональда Трампа, когда ее спросили по поводу пребывания здесь президента, это для него первая генеральная ассамблея, она сказала, ну Трамп кого-то приобнимет, кого-то проигнорирует, но все-таки вопросы важные для Америки решит. Вот так же и украинской делегации придется решать вопросы важные для нашей страны. Где-то в ходе официальных переговоров, где-то в ходе ланча и завтраков, тут огромное количество неформальных мероприятий, где вот даже те встречи, которые в большой программе не предусмотрены, все-таки на полях генеральной ассамблеи можно осуществить. Еще раз подчеркну, все для того, чтобы здесь продавить на тех условиях, которые важны для нашей страны, на тех условиях, которые приемлемы для нашей страны, решение о направлении миротворцев, решение о направлении голубых касок ООН на Украину. Катя. Дима, насколько серьезны меры безопасности? Потому что видеотрансляции мировых телеканалов из Нью-Йорка впечатляют. Ну, на самом деле, это правда. Картинка не преувеличение. Вы сейчас увидите то, что мы видели своими глазами, то, что мы снимали на улицах Нью-Йорка. Огромное количество полиции. Все подходы к зданию ООН перекрыты за несколько кварталов. Местные жители чертыхаются и шутят, что весь Манхэттен, эта часть Манхэттена, по крайней мере, напоминает один большой полицейский участок. Так много людей в форме, так много людей с погонами. Вот сегодня очень показательный момент для меня. Это уже не первая Генассамблея. Но вот впервые такое произошло. В тот момент, когда Дональд Трамп должен был покинуть здание, перекрыли не только движение по улицам, перекрыли и движение пешеходов. Огромное количество делегатов, огромное количество участников встреч, которые проходят здесь, в здании ООН, они просто застряли. И 25 минут никто не мог двинуться с того места на тротуаре, на котором все находились. Ну вот такие меры безопасности действительно намного серьезнее, чем были в прошлые годы. Связаны они в первую очередь с пребыванием здесь, в этом здании президента Трампа, с повышенной террористической угрозой. Еще один момент. Практически перестает работать мобильный интернет в то время, когда первое лицо Америки находится в здании. Большое количество корреспондентов, в том числе и мы, не смогли выйти в эфир. Катюш. Ну и еще один вопрос для Дональда Трампа. Участие в Генассамблее дебютное. Что он сегодня говорил и с какими предложениями выступает? Тут очень понятная ситуация. Впервые за день до своего выступления на Генассамблее американский президент собирает президентов других стран. И главная тема, о которой сегодня говорил Дональд Трамп, это реформа ООН в прессе. И тут традиционно недолюбливают его американские журналисты. Злословили, что, мол, Трамп хочет переложить финансирование ООН и ООНовских проектов с плеч Америки на плечи других стран мира. Но если серьезно, то, разумеется, в этом лишь крохотная доля правды, хотя и доля правды есть. Речь идет о том, чтобы изменить все правила, которые существовали здесь в ООН, существовали долгие годы. Речь идет о политической реформе, потому что право вето у России не дает принимать важнейшие решения на Совете Безопасности. Речь идет о реформе финансовой, потому что, не секрет, 70% бюджета здесь тратят только на зарплаты. И вот это для Украины уникальная возможность в этих условиях решить свои политические вопросы, в том числе и выделить деньги для направления миротворцев. Что касается миротворцев, то вот сегодня, буквально незадолго до эфира, я разговаривал с официальным представителем Госдепа, есть здесь такая должность, как русскоязычный официальный представитель Госдепа. Спросил о том, какова позиция Государственного департамента по поводу миротворческой миссии для Украины. И мне сказали, что окончательное решение еще не принято, но Соединенные Штаты очень заинтересованы и готовы к обсуждению вот просто здесь, в ООН, на встречах разного уровня, в том числе и между Порошенко и Трампом. Вот послушайте. И очень важно, что эти наблюдатели не только находились на границе, а именно по всему территорию. Украина имеет первостепенный приоритет для президента Трампа. И я думаю, что ему будет интересно встречаться с президентом Украины. Конечно, мы не потеряли интерес, и это очень высокий приоритет решить этот кризис. Так что очень сложные, очень нервные дни здесь сейчас не только для прессы, но и для украинской делегации. Четыре дня в этот раз впервые будут здесь представители Украины. Очень много встреч, и надеюсь, что будет результат. По крайней мере, вот неформальные разговоры, разговоры в кулуарах, они дают основания на это надеяться. Катя. Дима, спасибо тебе за такую детальную информацию. Дмитрий Анопченко был на связи со студией из Нью-Йорка.